Продолжение следует... Молодой царь был открыт для передовых идей Запада, как, пожалуй, никто другой после Петра Великого. Осведомленный о достижениях своего времени и заботящийся о славе нации, Николай II имел грандиозные планы. Он хотел индустриализировать экономику страны, которая до тех пор оставалась преимущественно аграрной. Лично курировал строительство Транссибирской магистрали. Для безопасности страны Николай предложил, представьте себе, возвести электрический забор вдоль границ обширной империи. Стремился побить мировой рекорд, построив огромный мост через Берингов пролив, чтобы соединить Аляску с Россией. Уважаемый другими монархами, в 1901 году он был даже номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2000 году был канонизирован Русской Православной Церковью как святой. Провидец? Возможно. Но и великий человек, проникнутый величием своего величества, Николай не терпел вокруг себя компетентных людей. Он устранял способных министров, чтобы окружить себя листецами и оппортунистами. Он предпочитал розовые отчеты вместо суровой реальности. Будучи слишком великим для управления текущими напряжениями, он часто прибегал к силе для их подавления. Убежденный антисемит, царь поощрял погромы, распространившиеся и окровавившие более 600 городов. Зимой 1905 года царь приказал стрелять в толпы мирных протестующих, которые скандировали «Боже, благослови царя!» убив более тысячи несчастных. Из-за политической неспособности дважды вводил военное положение, дважды распускал Думу в российский парламент. В конечном итоге он оказался под влиянием мошенника-монаха, Распутина, которому верил слепо. По его совету он взял на себя командование российскими войсками во время Первой мировой войны. Это было катастрофическое решение, приведшее к двум миллионам погибших и еще двум миллионам пленных. Когда царь с фронта спросил, что делать для войск, лишенных боеприпасов и продовольствия, так как из шести миллионов солдат только четыре миллиона имели винтовки, Распутин ответил, «Отправь им иконки!» И царь так и сделал. Захваченный революционным правительством, Николай вместе со всей своей семьей был расстрелян большевиками 17 июля 1918 года. Быть правительством — это большое дело тогда, когда видение связано с реальными проблемами жизни и приносит решения. В противном случае, видение — это всего лишь иллюзия, из которой вы просыпаетесь разоренным. Сколько предпринимателей, даже правителей вкладываются в блестящие планы, в то время как нация стонет. История многократно доказала, что гениальность или мечты могут стать причиной отчуждения от тех, за кого вы несете ответственность. Даже если мы не цари и не министры, каждому из нас дана ответственность заботиться о тех, кто находится в нашем круге влияния. Смотрю вокруг. Сколько способных людей погружается в грандиозные проекты, в то время как их семьи распадаются. Не пора ли пересмотреть наши приоритеты? Потому что настанет час, когда люди или сам судья спросит вас, где стадо, которое тебе было доверено, стадо, которым ты так гордился. Иеремия 13,20 Иеремия 15,20 иеремия 20,20